Это очень живописное место расположилось на Красной Глинке, в нашем многонациональном городе. Русская слобода – это и древнерусская кузница, русская изба, где можно узнать много интересного о традициях и быте крестьян, образе жизни наших предков. 5 августа на Красной Глинке прошел третий городской исторический фестиваль «История ремесел. От традиции до современности». Здесь воссоздан дух усадьбы, дух русской усадьбы, где ощущается дух казачьей вольницы, казачьей культуры, культуры служения государству, культуры служения народу. Впервые его проводило станичное казачье общество «Северное» в 2018 году под названием «Самарская Лука. Центр притяжения казачества» при поддержке Департамента общественных и внешних связей аппарата администрации городского округа Самара. С тех пор он стал традиционным. Главная задача организатора фестиваля – это знакомство жителей Самарской области с ремеслами Среднего Поволжья, способствующие углубленному изучению его исторического прошлого. «Мы стараемся, наоборот, отвлечь детей от пагубного, в первую очередь, влияния улицы, всевозможных вот этих вот наших гаджетов, чтобы дети вспомнили, именно как мы раньше говорили, чтобы они узнали, что такое земля, что такое песок, что именно у нас те вещи, которые они покупают в магазине, они производятся, а не поминовение волшебной палочки где-то у нас образуется или нам их откуда-то привозят, чтобы мы их сами всегда изготавливали и этими вещами всегда пользовались». Возможность освоить мастерство ручной работы участники мероприятия получили при помощи организаторов этого фестиваля с национальным колоритом. Самарский край всегда славился умельцами, способными создать настоящий шедевр из куска дерева, металла, ткани или глины. На фестивале были представлены ремесла, которыми в совершенстве владели наши предки, проживающие на территории Среднего Поволжья. Мастер-классы для взрослых и детей прошли на таких локациях фестиваля, как «Гончарное дело для всех желающих», «Ручная лепка», «Чаша для души». Каждый желающий мог изготовить своими руками именную чашу из глины и взять ее с собой на память. Также можно было поучаствовать в мастер-классе по изготовлению живых свечей. И в создании кукол-вязанок наши предки использовали тряпичную куклу не только как детскую забаву, но считали мощным оберегом. Используя красивые ткани, ленты, нити и фантазию, каждый ребенок и взрослый смог сделать такую куклу, которая послужит украшением дома. Торжественная церемония верстания в казаки с ритуалом «Посажение на коня» состоялось здесь, в Русской Слободе. Мальчики в казачьей форме приняли присягу, слова которой зачитал наставник будущего казака. Каждому юному казачку от казачьего общества были вручены памятные именные грамоты о посвящении для вечного хранения в семье. Со знаменательным событием ребят поздравили все присутствующие. Мы стараемся, чтобы традиции сохранялись, чтобы росли возле нас настоящие мужчины, которые не боятся и на лошади скакать, которые обладают какими-то навыками мужскими для того, чтобы быть лидером, для того, чтобы быть ведущим в семье, для того, чтобы быть настоящим защитником. Существует много споров, кто же такие казаки. Сословие, народность – неизменно одно. Казачество – это особый дух, благородство, мужественность, готовность защитить слабого, неравнодушие и справедливость. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова